И люди, говорят, часто берут кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, господами в себе. Как это также происходит в этой общине? В данном случае Абдрахман им. Хасан, кого имеет в виду? Имеет в виду суфьев. Имеет в виду суфьев, потому что у суфьев это часто. Если их имам какой-то или шейх, и так далее, или предводитель их стариката, говорит что-то, что это разрешено или это запрещено, и это не соответствует книге Аллахиоса, и сунь его поклонника, то они начинают брать слово своего Амира, или своего шея и так далее. Это часто у суфьев. И говорят, что это является одним из проявлений Большого Многобожия, которое противоречит Ильинобожию, а Ильинобожие это и есть смысл следства. И посредством этого аята мы поняли, что слово Ла Илья Ильаллах трясает все это. потому что это противоречит смысл свидетельства этим самым эти люди утверждают то, что является многобожием и они оставляют то, что является именем Божием, которое утверждается также свидетельством вот этот аят понятен или нет? этот аят, иншаллах, ясен и его смысл также понятен дальше говорит шейханнаджи другие слова, в чем проявляется их предавание, в чем проявляется их равность, то, что они любят эти объекты так же, как любят Аллаха а те, которые уверовали, больше любят Аллаха потому что любой верующих не перемешан с любовью еще каких-то объектов они любят только Аллаха соответственно, их любовь будет больше чем любовь многобожников кому? к Аллаху потому что многобожники хоть и любят Аллаха но их любовь не абсолютная она перемешана еще с кем-либо то есть одно дело, когда свое сердце полностью нет в нем места, кроме как любви Аллаху и другое дело, когда сердце человека в нем есть любовь и к Аллаху еще к другим божествам и так далее тогда это уже будет любовь меньше, чем любовь та, которая в первом сердце говорит шейх Абдурахман ибн Хасма поэтому каждый, кто сделает равного к Всевышнему Аллаху в таком смысле сделает равного будет взбивать к нему вместе с Аллахом будет стремиться к нему вместе с Аллахом будет надеяться, что он выполнит его надежды вместе с Аллахом как, например, решит его какие-то проблемы в Асапричку рубать и отведет от него какое-то горе как это происходит с теми, которые поклоняются могилам или различным табутам, или идолам то непременно что? что люди начинают возвеличивать эти объекты и любить эти объекты из-за этого то есть потому что они считают, что эти объекты способны принести им вред или, точнее, пользу и отвести от них зло соответственно, человек начинает любить эти объекты эти поклоняющиеся могилам или идолам и так далее любят свои объекты вместе с тем, что они любят также Аллаха даже если они любят Аллаха, это им не помогает и даже если они говорят совершают намазы и совершают держат уразу, это им тоже не приносит пользу потому что они вместе с Аллахом любят любовью, поклонения, также другие объекты здесь не имеется в виду любовь какая? любовь бытовая или природная любовь человека, допустим, своих родителей и так далее это другая вещь здесь имеется в виду любовь, поклонения говорит почему это все не приносит пользы? потому что они полюбили вместе с Аллахом еще какой-то объект поклонения и поклоняются вместе с ним вместе с Аллахом этому объекту поэтому вот это, то, что они предали равного Аллаху в любви аннулирует все, что они говорят а что они говорят? говорят но это аннулируется, это их любовь а также аннулирует это все их дела, которые они совершают если они совершают намазы, держат уразу ради Всевышнего Аллаха все это аннулируется тем, что они посвящают свою любовь еще кому-то кроме Аллаха потому что многобожник от него дело не принимается и не является действительным а эти даже если говорят они говорят, эти многобожники даже если говорят как например суфи и могилопоклонники и так далее но они не соблюдают никаких условий которым обуславливается эта фраза как например о том, что человек должен знать смысл этого свидетельства потому что эти многобожники не знают смысла этого свидетельства настоящего и из-за своего невежества относительно смысла он предал Аллаха товарищей в любви а также в других видах поклонения соответственно получается, что человек у него есть невежество которое противоречит знанию о смысле этого свидетельства соответственно он не выполняет условия и оно ему не приносит пользы а раз он не знает смысла этого свидетельства то соответственно он не может быть правдивым при произношении этого свидетельства потому что, чаще всего, когда такому человеку разъясняют смысл свидетельства и то, на что оно указывает он начинает это отрицать и не принимает это, несмотря на то, что это является истиной то есть сегодня многие сухие мои глопоклонники когда ты им разъясняешь смысл свидетельства и ля и ля и ля и ла разъясняешь смысл многобожия и так далее что вы, то, что вы делаете, есть многобожие они что делают? они не принимают это говорят, не-не, это все неправильно нас не так научили свидетельства и ля и ля и ля и ла по-другому нужно понимать и тому подобное то, что мы делаем из дьяни дьяни не являются многобожием и не выводят нас из ислам и так далее ясно ли? подобно тому, как делали многобожники времен пророка согласных говорили, что нет-нет мы поклоняемся Аллау той религии, которой он доволен именно с этим пришел Ибраим алейсалям а ты, пророк Мухаммад, чем пришел? пришел с какой-то лонжиев пришел с какой-то новой религией эта религия, Аллах ею недоволен и тому подобное говорит а также не выполняет восьмого условия такого условия не проявляет неверие к объектам поклонения, кроме Аллаха почему? потому что он вообще не знает что такое проявлять неверие и даже не знает, что эти его объекты на самом деле являются объектами поклонения так как он не считает, что это является поклонением более того, он является уверовавшим в эти объекты потому что он делает его равным и любит его вместе с Аллахом и поклоняется ему наряду с Аллахом во лавина, амано, а шабдо хуббан лиллах А те, которые уверовали, больше любят Аллаха. Потому что они направляют свою любовь только к Аллаху. И не любят никого, кроме Него. И любят тех, кого любит Аллах. И все свои дела посвящают только Аллаху. И проявляют неверие ко всему, чему люди поклоняются, кроме Аллаха. Этим становится понятно для тех, кому пожелал добра Всевышний Аллах. С какой стороны эти перечисленные нами аяты указывают на великий смысл свидетельства. А также на единобожие, которые вытекают из этого свидетельства. А это то, к чему призывали все посланники, поразмышляя же над этим. То есть на всех этих аятах приходит вот это вот разъяснение, что такое ла и ла и ла и ла. С разных сторон, разные аспекты смысла этого свидетельства. Поэтому говорит, что внимательно над этим слово размышляет. Ясно, почему суфи и магилы поклонники не помогают им произнесение свидетельства ла и ла и ла и ла, даже если они будут повторять его каждый день тысячу раз. Потому что они не выполняют условий этого свидетельства. Не знают смысл, а раз не знают смысл, не могут быть в нем убеждены, не могут говорить его правдиво, не проявляют неверия к другим божествам, кроме Аллаха и так далее. То есть многие или большинство условий свидетельства ла и ла и ла и ла не выполняют. Соответственно, никакой пользы им это свидетельство не приносит. А также их поклонение Аллаху никакой пользы им не приносит. Субтитры создавал DimaTorzok